В Зайльцовском суде начали рассматривать дело группы угонщиков, которые промышляли сразу в двух регионах, нашем и в Томской области. О задержании криминального квартета полицейские отчитались еще летом минувшего года, однако с тех пор в материалах уголовного дела многое изменилось. Четверых подозреваемых полицейские задерживали одновременно, сразу в двух регионах. Трое новосибирцев и перекуп автомобилей из Томска оказались в камерах. На тот момент у сыщиков была информация, что команда угонщиков похитила как минимум 8 автомобилей. Грузовые «Газели» и один УАЗ «Патриот», который, кстати, стал последней добычей приятелей. Дальнейшие следственные действия лишь подтвердили подозрения оперативников. В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных и в принадлежащих им гаражах полицейские обнаружили 4 автомобиля с уничтоженными номерами агрегатов. Один из них в Томской области. Три радиостанции, запасные части к отечественным автомобилям, в том числе с похищенных транспортных средств и другие предметы, имеющие отношение к совершенным преступлениям. Сначала следователи полагали, что во главе команды стоял уже судимый за похожее преступление Александр Кичигин, а у каждого из трех его подчиненных была собственная роль. Однако вскоре томского перекупщика и одного из новосибирцев выпустили, придя к выводу, что это всего лишь свидетели. В итоге на скамье подсудимых оказались предполагаемый лидер группы и его возможный подручный, прежде кристально чистый перед законом Александр Дергачев. По мнению полицейских, именно он присматривал машины, которые впоследствии угонял его босс. Эта версия не понравилась никому из обвиняемых. Они в один голос заявили, что Кичигин действовал вообще в городном одиночестве. Мой подзащитный совершил лишь единственный вид действий, а именно он ездил и возил Кичигина в качестве извозчика. Других действий, направленных на совершение кражи, он не совершал. О том, что Кичигин совершает преступление, он не знал. Кроме того, по одному из эпизодов, который вменен в настоящее время, ему вменяется, что мой подзащитный якобы сделал фотографию автомобиля и отправил эту фотографию Кичигина, который в последующем данный автомобиль украл. Однако при ознакомлении с материалами дела, данных фотографий в материалах дела отсутствует. Теперь обоим предполагаемым угонщикам остается надеяться на то, что Фемида тщательным образом разберется в этой истории и, наконец, определится, сколько злодеев нужно, чтобы угнать машину. Один, два или, может, все-таки четверо. А на сколько Борис Гладких экстренный вызов.